Еще до полуночи на пляже возле Орехового озера начали собираться горожане. Всего окунуться в Иордань пожелали несколько сотен человек. Перед этим прошел молебен по освящению воды. Исторически первые упоминания о празднике Крещения относятся к началу 3 века. Правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством и разделили оба торжества лишь к концу 4 века. В 1 века в праздник Бога Явления христианская община пополнялась новыми членами, которые принимали Крещение в этот день. Праздник Крещения Господня, или как в древности он назывался, Бога Явления, один из двундесятых, то есть самых главных праздников в христианской церкви. И самая главная, отличительная черта этого праздника, то, что мы вспоминаем, это явление Бога Троицы. Когда Господа крестил в реках Иордана Иоанн Креститель, он вышел на берег, и в виде голубя на него снизошел Святой Дух, и голос был с неба, обращенный ко Христу, это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. По мнению верующих, вода в праздник Крещения Господня наполняется особенными свойствами. Она может храниться годами. А священнослужители совершают специальный чин по освящению воды. Причем молебны происходят не только в храмах, но и на открытых водоемах. То, что в этот день освящается, как поется в Тропаре, освящается все водное естество. Если мы с вами вспомним курс биологии, то мы с вами тоже стоим по большей части из воды таким образом, Господь в этот день дает какую-то особую благодать всему живому на этой планете. Однако есть несколько распространенных заблуждений насчет купания в прорубях. Надо сказать, что с этим купанием связано несколько различных суеверий. К примеру, то, что вот это купание омывает грехи. Это не так. Омывает грехи покаяния, омывает грехи исповедь. В общем, народная традиция окунаться в освященную прорубь жива и по сей день. По данным МЧС, в этом году в России оборудовано 3000 мест для крещенских купаний. А в Рязанской области прорублено и освящено почти 30 иорданий.